Татьяна Вилланд и Бухра Буляль. Обеим по 26 лет, обе из Бельгии. Школьные подруги еще в юном возрасте стали родственницами. Татьяна приняла ислам и вышла замуж за брата Бухры. Сама Бухра была уже мусульманкой и тоже вышла замуж. Оба мужа на тот момент входили в террористическую группировку «Шариат для Бельгии». Эта организация занималась тем, что помогала юным радикалам отправиться в Сирию и примкнуть к исламскому государству. В 2013 Татьяна Вилланд и Бухра Буляль вместе с мужьями и уже на тот момент родившимися детьми поехали в Сирию воевать. Мужья практически сразу погибли. Буляль была тяжело ранена и девушки, обе снова беременные, с помощью родственников Бельгии вернулись домой. Тогда они нисколько не раскаялись. В Бельгии в экстремистских кругах их даже считали героинями. А новорожденных сыновей они назвали исламскими именами «муджахед» и «шахид», что в переводе с арабского означает «воин и мученик». В 2015 Татьяна Вилланд и Абуляль снова уехали в Сирию, взяв с собой детей. Одна из девушек тогда написала у себя в фейсбуке. «Ваша система провалилась, Бельгия. Вы следили за нами 24 часа в сутки и все равно не смогли остановить нас. Мы поехали в Сирию, так как это долг каждого мусульманина». Конец цитаты. Обе подруги в Сирии опять вышли замуж, родили детей. Вилланд снова стала вдовой. И в 2017-м во время освобождения Ираки курские войска взяли девушек в плен, после чего их отправили в лагерь на северо-востоке Сирии. Бывшие джихадистки выразили желание вернуться обратно в Бельгию. И сначала даже бельгийский суд приговорил их к тюремному сроку, но потом и вовсе запретил им въезжать на территорию страны. При этом бельгийское министерство юстиции готово вернуть домой детей Вилланд и Абуляль. В интервью агентству «Рейтер» подруги-исламистки сказали, что уже сами потеряли всякую надежду вернуться домой. Мы не представляем угрозы для Бельгии. Я хочу, чтобы люди поняли это. Мы понимаем, что они боятся, и у них возникают плохие чувства в связи с нами, но... В Бельгии начнет приговор. Пять лет тюрьмы. И я никак не спорю с этим. Я совершила ошибку и должна понести наказание. В конце концов, я просто хочу жить нормальной жизнью со своими детьми. Все это я хочу оставить позади. Наверное, это легко сказать. Но нас уже наказывают тем, что мы здесь находимся. Мы здесь полтора года, и это настоящая пытка в физическом и психологическом плане. Дети не могут жить в такой обстановке. Здесь нет какого-либо образования. Им даже не с чем играть. У них нет ничего. Если у них будет возможность уехать куда-то, жить со своей семьей, со своими бабушками, это всяко лучше для них. Это уже вторая подобная громкая история с исламскими вдовами в феврале. Все рассказывали о британской подданной Шамиме Бегум. Ее история очень похожа на историю бельгийских подруг. В интервью журналистам, которые Бегум тоже дала в лагере в Сирии, она сказала, что хочет вернуться с новорожденным ребенком домой. Тем не менее, британское министерство внутренних дел лишило ее гражданства и права на возвращение. Два дня назад в лагере ребенок Бегум умер, предположительно от легочной инфекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова